Праздник перенесения из Едисы в Константинополь нерукотворного образа Спасителя и день празднования Фёдоровской иконы Божьей Матери митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме, освященном в честь этой чтимой чудотворной иконы и построенном в память 300-летия Дома Романовых. Для Юрия и Юлии собор во имя Фёдоровской иконы Божьей Матери в память 300-летия Дома Романовых – это своего рода дверь к вере. Здесь молодые люди познакомились, прошли курсы оглашения, а совсем недавно и обвенчались. В день престольного торжества молодые люди пришли в храм, чтобы разделить радость праздника. Здесь митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии возглавил божественную литургию. Вообще служба немножко отличается, конечно, какими-то моментами, то есть это всё, конечно, такие условности, но всё равно это было необычно. Я очень люблю праздники, посвящённые Богородице, потому что служители в таком очень праздничном и глубом цвете. Вот, это очень здорово. В общей молитве объединились все – и прихожане, и гости, и друзья прихода. Для многих этот собор стал поистине домом родным. Здесь собираются единомышленники, и не только во время богослужений. Здесь, ну, благодаря этим священникам и тому, как здесь люди молятся, как общаются друг с другом, ну, мне здесь было легко, здесь есть воздух, и я не чувствую себя чужим, а для меня, наверное, это очень важно. И здесь много общения, наверное, то есть не просто мы вместе собрались на службе и разошлись по домам, а мы общаемся, мы дружим, и для меня это огромная часть жизни. Очень приятный праздник, потому что с ним связано слишком много хорошего. Первый раз мы празднули в 98-м году, когда это ещё было рядышком в нашей здесь, в Часовинке. И уже тогда это было очень уютно, потому что это такой замечательный праздник встречи после каникулов. Помимо всего прочего, помимо всего того, что помимо всей той исторической нагрузки, которую он за собой несёт. Фёдоровская икона Пресвятой Богородицы. Именно с ней связано избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова в 1613 году. С тех пор она стала особо почитаться императорским домом Романовых. С особой любовью относятся к святыне православные верующие и в наши дни. Для меня это образ красоты и образ женственности, наверное, русской женственности. Я чувствую заступничество, чувствую то, что я не одна, то, что Божья Матерь защищает. И я очень люблю этот образ и молюсь перед ним. После богослужения митрополит Варсонофий обратился к прихожанам с архипастерским словом. Вот здесь, в этом месте, есть дом Божьей Матери. Как тогда при жизни ходили к ней в дом ученики Христовы, так и мы должны приходить сюда, в этот дом, в дом, посвященный Божьей Матери, чтобы здесь, перед ней, раскрывать все свои проблемы, свои нужды. Самое главное – просить её помощи, восставляя нам грехов, привычек, просить, чтобы она умолила своего сына, и он нас помиловал. В завершении состоялся крестный ход с главным храмовым образом Божьей Матери Фёдоровская.